МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Биатлон называют универсальным видом спорта. Здесь важна и скорость, и выносливость, и меткость. Михаил Новичков – чемпион Москвы, победитель многих спортивных соревнований. Ходит в состав московской сборной. Признается, в биатлон влюбился, можно сказать, с первого взгляда. Перед биатлоном побывал во всех видах спорта, то есть искал себя. И в итоге, когда пришел к тренеру Виктору Васильевичу, понял, что это мое. Более 18 лет Виктор Грунин тренирует юных биатлонистов. В этот вид спорта пришел из лыжных гонок. Говорит, биатлон для детей – это своеобразная игра. Это, во-первых, разнообразные виды занятий. То есть ты прокатился, пострелял, побежал, пробежал штрафной круг. То есть эмоции постоянно, да. То есть кто-то один вырвался вперед, кто-то другой вырвался вперед. Пару кругов для разминки, растяжка, отработка техники и на трассу. Ребята тренируются пять раз в неделю по несколько часов. Летом накатывают километры по асфальту на лыжероллерах. Постоянно ездят на сборы в разные регионы России. Меткость отрабатывается только на специализированных площадках. Разбираются в оружии здесь даже девчонки. Девматическая винтовка, она как бы похожа на игрушечную. Там пульки заряжаешь и стреляешь, там недалеко, расстояние, ну, может быть, 20 метров. Оно калиберное, настоящее оружие, вот, стреляет, прям, патроны, все. Вот это вот по-настоящему, она очень тяжелая еще, ощущаешь все так, стрелком прям. Заниматься этим видом спорта может каждый, уверяет тренер. В спортивной школе номер 43 тренировки абсолютно бесплатные. Здесь поставят на лыжи любого. Главное – желание, упорство и профессиональный наставник. Виктор Васильевич – это очень добрый тренер. Он очень целеустремленный. Он никогда не останавливается на чем-то на одном моменте. Идет всегда до конца. Бывает, конечно, так, что наругает, но, в принципе, очень, ну, очень мощный у него, стальной характер. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует... Продолжение следует...